Добрый вечер! Сегодня в студии телеканала Волгоград-1 ток-шоу «По правде говорят» и поговорим мы сегодня о русском языке в связи с днём русского языка и литературы, днём рождения Александра Сергеевича Пушкина. Совсем недавно Российский Центр изучения общественного мнения провёл опрос, согласно которому каждый десятый совершеннолетний россиянин уверен в своём высоком знании русского языка. Около 60% опрошенных респондентов считают необходимым повысить свой уровень грамотности. Напомню, такие данные приводят в ЦИО. А как считаете, уверены ли вы в своём знании русского языка? Я обращаюсь в вопрос к директору 5-го лицея имени Гагарина Ларисе Александровне Тропкиной. Лариса Александровна, уверены ли вы, что вы знаете русский язык современный? Нет, не уверена. Потому что русский язык – развивающийся язык, быстро меняющийся язык. Мы вот только сегодня в учительской говорили, что не успеваем за неологизмами, которые рождаются ежедневно, ежечасно. То есть сейчас без словаря вообще невозможно понимать уже русский язык. Без словаря не понимают русский язык. Молодое поколение, потому что быстро устаревают слова и уходят из обихода, мы не успеваем за новыми словами. Поэтому словарь – это сейчас, наверное, самая главная книга настольная. Ко дню русского языка, ко дню рождения Александра Сергеевича мы сегодня проводили опрос. Я покажу вам видеофрагмент из этого опроса, и потом мы узнаем с вами правильные ответы. Когда родился Пушкин, в каком году? Не могу сказать. 27 лет, дает о себе знать, конечно. Школьная программа давно была. Блин, не помню, что ты запамятовал. А в как? Не могу вспомнить. Мне, к сожалению, уже не помню школьную программу. О, это надо вспомнить. Ну, ты тысяча, тысяча, семь, нет. Не скажу, не помню уже. Вы знаете, знаю, что в 19 веке, в 1800 каком-то, не помню. Евгения, а день русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в каком году родился Александр Сергеевич Пушкин? Честно, не помню. В каком году Александр Сергеевич скончался? Аналогично отвечу на этот вопрос. Затрудняюсь. Ну, исходя из того, что прожил он мало, видимо, конец 18-го. 99-е, 1800. Знаете, не буду обманывать, если честно. Тоже не скажу, не помню. И то, что умер, тоже не помню. В каком году он умер? А что послужило причиной смерти Александра Сергеевича Пушкина? Ну, Дантес его убил на это... Когда они, в общем-то... Выясняли отношения? Дуэль. Да, супруга. Да, и так далее. Висто Дантес. Помню, каких обстоятельствах, в каком году тоже. Вот, был у него дуэль. Он погиб за честь своей жены, будучи оскорбленным. Вот, а цифры, конечно, они быстро уплывают из памяти, поэтому не помню. Дуэль. С кем? Дантес. Дуэли. Дуэли. Погиб. Дантес. Умер он в связи с чем? После дуэли с Дантесом. Была дуэль с Дантесом, соответственно, и Пушкин ранен был. Ну, и потом в дальнейшем скончался. Где похоронен Александр Сергеевич Пушкин? Ну, там же, где была резиденция царя, то есть в Санкт-Петербурге. Ой, к сожалению, нет. Где-то в Москве. Вскоре. Похоронен Петербург. Кажется, в Петербурге. В Петербурге? А сколько детей было у Александра Сергеевича Пушкина? Не было. Не было у него детей, по-моему. У него был сын один, который стал впоследствии большим генералом. Это я точно знаю. Вот. А еще было, кажется, две дочери. Трое. По-моему, не было. Вот это двое или трое, вот так вот, я помню. Дети были, две девушки, а вот молодой человек был, нет, не помню. Вы знаете, сколько детей было у Александра Сергеевича Пушкина? Трое, по-моему. Кажется, трое, но это не точно. А сколько сказок за свою жизнь написал поэт? Сколько, не знаю, но довольно-таки, да, несколько. Много-много, затрудняюсь тоже ответить. Не вспомню тоже. Сказки, сказки. Ну, сколько точно, не помню, но в детстве у меня три-четыре точно рассказывали. Сказок. Не знаю, может быть, пять. Много. Примерно. Ну, у Лукавора дуб зеленый, золотая цепь такой, начинается с этого хотя бы. Вот. Потом про, про этот, Руслана Людмила, его, ну и что там еще. А сколько сказок за свою жизнь написал Александр Сергеевич Пушкин? Вот это конкретно не знаю. Много знаю сказок, но сколько не знаю. Сказок? Ну, штуки три. А можете что-то так, как с промтом, четверостишее любое из абсолютно любого стихотворения произведи? Да, да, могу. Знаю. Очень хорошее произведение Александра Сергеевич Пушкина. Талисман. Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнения. Ты в день печали был не дан. Когда поднимет океан, вокруг меня валы ревучи, когда грозою гранут тучи. Храни меня, мой талисман. Да, в лукоморе дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. К примеру, в лукоморе дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Уж небо осенью дышало, уже реже солнышко блистало, короче становился день, в лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к лёгу, приближалась. Довольно скучная пора, стоял на ябрьшу двора. Елене Онегин. Я предлагаю те же вопросы, которые сегодня в опросе на улицах Волгограда, задать сегодняшним школьникам. Итак, ребят, кто знает правильно, готов ответить на вопрос, в каком году родился Александр Сергеевич Пушкин? В 1799. Замечательно, в каком году скончался поэт? В 1837. А давайте, вот девушка ещё хочет, в результате чего умер Александр Сергеевич Пушкин? В результате дуэли с Дантесом. Чему Пушкин? Вчел здесь своей жены. Понятно, на этот вопрос ответило большинство. Где похоронен Александр Сергеевич? Я знаю. Я там была. Слышно говоря, точно не помню. А кто-то знает из присутствующих? Хорошо, сколько детей было у Александра Сергеевича Пушкина? Такая небольшая викторина, да, вот девушка самая активная. Четверо. Четверо. Ну и, наверное, вы знаете, сколько сказок за свою жизнь написал Александр Сергеевич Пушкин. А давайте что-нибудь нам расскажете, четверостише, любое, так же, вот как встреченные нами на улице прохожие. Семейный склеп. Нет? Первое, что приходит в голову, лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Хорошо, замечательно. Мы еще вернемся к этому. А взрослые готовы назвать вот на вопрос, который мы так и не получили ответа, сколько сказок написал Александр Сергеевич Пушкин? Кто-то. Именно сказок, да, не очень много, кто-то. Где похоронен Александр Сергеевич, наши уважения? То есть там мастырье, и потом это, да? А где находится Святогорский монастырь? В Пушкин области, я там была своими учениками. Я там была. Ну, к сожалению, насколько я уже... И я там был. Насколько я понял, не все знают, где похоронен Александр Сергеевич, вернее, практически никто не знает, это место не стало как... Наталья Николаевна, знаем Гончарова. Потому что там много памятников Александру Сергеевичу, стоит бюстов, что... Я думаю, что это особенно для молодого поколения. Мы-то вот сейчас тут напряглись. Вернемся, наверное, к вопросам русского языка, как он видоизменяется. Более половины россиян, 56%, согласно данным того же опроса, считают, что норму современного русского языка определяют языковеды и правила, прописанные в словарях. Согласитесь ли вы, уважаемые гости, с этим, что правила русского языка формируют именно классика жанра, словари и правила, прописанные языковедами, филологами? Скорее всего, уже общественность диктует правила. И мы наглядным видим, наглядным примером служит то же самое, например, ударение. Если раньше мое еще поколение строго учили правильно ставить ударение, творог или творог мы строго знали, то сейчас к детям уже и к взрослым не так сильно придирается. Звоним, звонит, уже довольно так демократично подходит. Хотя, с другой стороны, да, вот сейчас ребята пишут ЕГЭ, и мы знаем, что одно из заданий ВПР, даже если российская проверка на работе для 4 класса, детки должны именно правильно ставить ударение, правильно излагать свои мысли. Это как проверка их, оценка их знаний будет. Поэтому все-таки здесь нельзя точно ответить, кто диктует правила. С одной стороны, конечно, словари, наука и наши ученые, филологи ставят определенные рамки, а с другой стороны, общественность тоже... Но вы попадаете в треть опрошенных из той же группы, которая считает, что в русском языке, в современном русском языке нужно ориентироваться на общепринятые в разговорной речи слова и выражения. У меня есть еще интересные такие цифры по происхождению крылатых фраз. Яндекс, поисковая система, на основании запросов, которые она проанализировала с 6 апреля прошлого года до 6 апреля 2018 года, по запросам, откуда появилось выражение, откуда поговорка, откуда пословица, откуда фраза. И тут такие замечательные результаты. Я хотел бы спросить уже у взрослых, у филологов, преподавателей, педагогов, журналистов, практикующих. Да, 100% запросов, а был ли мальчик? Кто-нибудь знает, откуда появилась... Не ребята, они, скорее всего, знают, откуда появилась эта фраза и что она? Борис Годунов. Борис Годунов, Александр Сергеевич Пушкин. Трагедия. Что она обозначает и символизирует? Убиенный царевич Алексей... Не-не-не, смысл. А, в переносном смысле уже. Да, в переносном смысле. То есть, если я спросу, а был ли мальчик? Есть ли проблема вообще? Или она надуманная? Можно я сразу отвечу? Борис Петрович Якимов, наш замечательный земляк, писатель, сказал как-то в одной своей статье, размышлял о том, а грозит ли русскому языку то самое обилие невероятных, хлынувших в русский язык иностранных слов. Так вот, размышляя об этом, Борис Петрович приходит к выводу, что русский язык как океан. Океан в себя в ногти убирает. Но перемалывает ненужно и выбрасывает с пеной. Поэтому, наверное, бояться того, что слишком много у нас появилось иностранных слов, уж не надо так сильно. Тем более, уж Россия переживала такое увлечение, например, французским языком. Тот же пушкинский период. Поэтому надо успокоиться и верить в силу русского языка. Да, второе место в этих запросах, я, честно говоря, сам пришлось сделать такой же запрос, это фиаско братан. Вот кто-то может объяснить смысл, опять-таки, кроме ребят, откуда это пошло и что это обозначает? Фиаско братан, ну скажи всего, что ну все, конец плохой. Ребят, вы знаете правильный ответ на этот вопрос? Ну вы, молодежь, вы смотрите ютуб, и вы, наверное, должны знать, откуда это пошло. Был такой ролик в интернете про собаку, которая бежала-бежала по мостику и нечаянно упала в воду. И хозяин собаки, он же, видать, оператор, закричал. Это фиаско братан, ролик набрал бесчисленное количество голосов. И в течение одной ночи эта фраза стала безумно популярной в разговорной речи. Правильный ответ, да? Абсолютно правильный ответ. Аплодисменты. Да, аплодисменты, я думал, ответят ребята. А скажите, может быть тогда кто-то знает происхождение, смысл фразы? Хьюстон у нас проблемы, потому что она находится в первой тоже десятке запросов. Хьюстон у нас проблемы. Это фраза, которая, ну, наверное, из моего сознательного. Почему Хьюстон, почему проблемы? Вопрос, опять-таки, наверное, больше к взрослым, дагогам, экспертам. Мы не с кинофильмами. Мы больше по Пушкину. Понятно, кто-то знает? В 19 веку. С кинофильмами. Да, вот, то есть опять нас выручает та сторона зала. Это западная. Да, это в одном из западных фильмов. Ситуация, да, когда полет в космос совершался американскими. Аполлон-13. Да, да, это мы. И они выясняли таким образом проблему. Да, абсолютно правильно. Мы как раз начали разговор о словах незнакомых, заимствованных, пришедших в русский язык. Я просто сейчас их прочитаю. Это лидеры запросов, опять-таки, за последний год. Биткоин, спиннер, хайп, эщ, керри, любовь, что радует, что это слово, известное всем, еще остается и в пятерке. Глютейн, снилс, блокчейн, криптовалюта, майнинг, франшиза, эпитет. Как вы считаете, у меня вопрос и к взрослым, и к ребятам, эти слова, которые появились в течение, наверное, последнего года, как долго они смогут продержаться в русском языке и насколько прочно они закрепятся в нем? Пока будет актуально то, что они обозначают, они будут. Как только уйдет, мы забудем, как забыли про тетрис и что там еще какой там у нас был, этот пейджер. Да, поэтому все уйдет. Все течет, все меняет. Ребят, знаете, что такое тетрис? Знаете, знаете, что такое пейджер? Ну, мне не уже разделились. Хотела дополнить эти неологизмы новыми, тоже такими популярными среди школьников, к сожалению, словами, как пранк, буллер, не знаю, знакомые, нет с такими определениями. Но, к сожалению, они есть. Помимо неологизмов в нашу жизнь... А почему к сожалению? К сожалению, я сейчас объясню значение этих слов. Вместе с неологизмами приходят и новые тенденции западных подростковых таких направлений. Например, пранк – это злые шутки, это английское слово. И сейчас школьники активно это популяризируют в наших школах. Они злостно подшучивают, очень злостно. Вплоть до того, что иногда уголовное преследование заводят на деток. Буллер – это в старом поколении такая травля. Сейчас это прямо активно такая терминология используется, когда в каждом практическом классе, в каждой школе такая травля среди деток существует. Это очень опасно, очень активно развивается. И поэтому мы, конечно, можем с улыбкой говорить о неологизмах, но мы должны понимать, что есть такие тенденции, которые... Опасные неологизмы. ...стоит знать, да, и стоит быть готовым и принимать такой удар. Меня, знаете, какая мысль сейчас посетила? Вот я сижу и думаю, всегда привожу, коллеги знают, в пример Ивана Урганта, когда он очень много знает всяких слов, и он говорит, а зачем я это знаю? И вот я сейчас сижу и думаю, а зачем мне это знать? И чтобы, опять же, закончить вашу мысль предыдущую, первую, и то, что Антонина Анатольевна говорила, в русском языке, слава Богу, все в порядке с чем? Он развивается, в него, как в океан, приходят новые слова, они туда ныряют, какие-то выныривают, какие-то тонут. Но здесь все четко, есть академический словарь, и пока общественность научная не собралась и не приняла решение, что можно, говорит, звонит, а не звонит, это будет неправильно. И поэтому ребята будут сдавать экзамены, точно поставят ударение на тот слог, который прописан в академическом словаре. Вот здесь порядок полный. А то, что мы употребляем, то, что... Кофе, как и есть. А я слышал, что его признание... Где? В академическом словаре, посмотрите, нет. Конечно, это словари, которые ежегодно выпускаются любыми издателями, они что хотят, могут писать. Пока академический словарь не изменил, мы будем знать, что вот так правильно. А употреблять мы можем любые слова, которые в нашем обществе, но они могут использоваться для нас, но о них никто не будет знать, и, слава богу, ничего страшного в этом нет. Вспомнила сейчас студенческие годы, когда мы, студенты первого курса, готовили словарь, молодежного жаргона. Подошли и говорим, а как это толковать слово-то? Кучную руку Сергею Петровичу, профессору, подошли, как? Краснее, бледнее. Он сказал, как? Так и толкуете, берете там нужные словари и пробуете. Ну, это же плохое слово. И вот на что он нам ответил, нет плохих слов и хороших слов. И слова неуместные. И в свое время Александр Сергеевич Пушкин сказал, не нужно отвергать такого-то слова, такого-то оборота, важны чувства соразмерности и сообразности. Действительно, слова не нужны, а там рут. Но все равно нужно понимать, если есть нормальный вариант в русском языке, почему мы так неуважительно относимся к своему языку. Я не могу не сказать о слове «мундиаль», которое переводится как «мировой». Почему мировой чемпионат звучит хуже? Вот я против этого. Я за то, что мы уважительно относились к своему языку. Уважительно, извините, а мы это не использовали. И понимали, да, что уместно, а что нет. Вот и все. Хотелось бы добавить про неологизмы. На мой взгляд, если слово изначально уже и пошло с запада, оно изначально было заимствовано, как, например, спиннер или эшкеря, и если рэпер Фейс, скажем так, заимствовал у американского рэпера слово эшкеря, то не надо его пытаться перевести на русский язык, как, я не знаю, сейчас даже так на вскидку и не скажу. Если школьникам нравилось, потому что сейчас это слово уже немножко устарело, скажем так, если им нравилось это употреблять именно в таком контексте, то почему нет, собственно говоря. Прошел уже, ну, там, два месяца прошло, и слово это безжалостно устарело, и мне уже даже немножко стыдно употреблять в своей речи слова вроде эшкеря, спиннер, хайп. Поэтому, ну, это закономерный процесс. Мода, да, мода прошла, мода ушла. Да, это мода, и она проходит... И вещь ушла, и все. Да, она проходит слишком быстро, слишком быстро меняется. Причем, да, вообще неоспоримо все правильно. Мы живем совершенно в другом информационном поле, в другом информационном времени, в других информационных потоках, и мода на какие-то новые слова проходит очень быстро, они не приживаются, они умирают и уходят. Речь идет здесь о том, что если есть синоним в русском слове, то не обязательно его заменять иностром, а если оно пришло с каким-то явлением, то ради бога и нет синонима. То есть, например, слово «хайп» было, если я сейчас не ошибаюсь, уже в употреблении с начала 2000-х на Западе. И если к нам оно дошло к 2016-2017 году, то, ну... Но опять, у каждого слова есть перевод. Давайте так говорить, что абсолютно у каждого. Мы сегодня живем совершенно в другом языковом формате. То же самое, когда во времена Пушкина каждый уважающий себя дворянин должен был знать французский язык, и он говорил очень часто и на русском, и на французском, и не имел, как бы, желания, и не считал должным переводить французские слова, а вводил их в свой оборот, да, речевой русский. Вот, то же самое. Сегодня мы, у нас дети начинают изучать английский язык со второго класса. Поэтому ясно, что некоторые явления, они не требуют перевода. Например, тот же самый спиннер, да, это спиннер, это крутить. То есть, он не назовет его крутилкой. Ну, глупо было бы, да, не модно, но он называет его спиннер. Но, с другой стороны, мы здесь опять заигрываемся, да, мы хотим сохранить русский язык во всей его полноте. Мы хотим, чтобы наши дети переводили английский, ну, язык, да, тот второй язык, который они изучают, обязательно на русский. Но мы не прививаем им моду, чтобы по-русски говорить модно. Мы, наоборот, говорим, как ты не знаешь английского языка? Ну, действительно, то есть, мы тоже удивляемся, мы встречаем взрослого и говорим, ну, ты не знаешь английского языка, там, значит, там, уровень человека уже чуть ниже, да, тебе кажется, что по сравнению с тем, который в совершенстве владеет не только английским, но еще тремя, да, какими-то языками. То есть, вот здесь нам нужно, мы повышаем престиж знания иностранного языка, но при этом не стремимся сохранить престиж знания русского языка. Что нужно сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию, на твой взгляд? Да, сделать много нужно, Сережа, чего? Потому что мы не можем сделать там в одной отрасли, мы не можем сказать преподавателям, вот как мы с Ларисой Александром обсуждали, мы не можем сказать, вот давайте быстренько популяризировать там русский язык, мы не можем сказать родителям, ну-ка займитесь своими детьми и давайте быстренько им прививать любовь к русскому языку. Мы должны внедряться в то информационное пространство, в котором находятся наши дети. Где находятся наши дети? Наши дети находятся в интернете. Ну, по большей своей части, это YouTube, вот сейчас приводят ролики, я их даже не смотрела, потому что им просто некогда. Вот, наши дети находятся в социальных сетях. И вот если с русским языком мы придем к ним в социальные сети, с русским языком мы придем к ним в ролики на YouTube там или еще что-то, будем преподносить это с точки зрения именно детской, подростковой психологии, то тогда да. А вот так встретиться, поговорить даже по телевизору, который ребята не всегда смотрят, да, мы вот ни передачами, ни через журналы, ни через какие-то там другие каналы, ну, к сожалению, да, не будет иметь такой эффективности, как вот именно какой-то комплексный подход. Ребят, согласны? Вот школьники, я хочу мнение школьников услышать, вот ответ прямо. Дорису Петровичу Якимову, опять, про который я говорила. Я только первую половину статья, вторая статья, он говорит, а что делать, что делать. Так вот, он сказал, что первое место по тому, чтобы изменить ситуацию, чтобы этот океан быстренько вымел, знаете, кому он отводил? Журналист. Так что, Сергей, на вас лежит, и не только на нас. К сожалению, большое разочарование по программе, когда-то в мою молодость, в мое детство, речь ведущих журналистов была образцовой, а сейчас они совершают такешки, которые недошкольники не совершают. Поэтому мы в свою очередь будем напрягаться, а вы уж, пожалуйста, сделайте тоже. Можно тоже я одну ремарочку. Тоня мне понравилась, она назвала выход из положения, она сказала, мне некогда. Вот я считаю, что надо создать такие условия детям, чтобы им было некогда выходить в сеть. Да, пожалуйста. А они занимались... Давайте послушаем как раз ребят, которые специально позвали. Я лично считаю, что, ну, как бы, великий русский язык, он могуч и избирателен. Как уже было сказано, он выкинет, что не нужно. На мой взгляд, менять неологизм и на синонимы из русского, что действие, ну, я не знаю, я не считаю его нужным. Проблема не в том, что дети используют неологизмы, которые пришли с Запада. Это полностью не является проблемой, абсолютно. Проблема в том, что дети, подростки, взрослые, все-таки чуть-чуть, но уровень знания именно русского языка в плане грамматики, пунктуации, знание орфографии сложных слов ухудшилось. И это, возможно, связано, но очень мало с неологизмами. То есть, на мой взгляд, энергию нужно тратить не на замену неологизмов, на синонимы русского языка, а на повышение общего уровня грамотности населения. Как главный редактор, да, с позиции главного редактора, я знаю русский язык очень плохо. Ну, на мой взгляд, да, я знаю русский язык очень плохо. Почему скажу? Нет-нет-нет. Потому что после меня корректор находит ошибки. То есть, я всегда удивляюсь, то есть, мне кажется... Но, Сергей, я хочу сказать вот такую вещь. У нас была школа позитивной журналистики вот совместно с православным... Ну, да. Вы можете сказать? Да-да-да. Школа позитивной журналистики совместно, да, с центром православным семейным Лествицем. Я скажу вот такое. Мы выпускали тогда печатную версию журнала, он назывался «Навстречу» для ребят. Выпускался он школьниками. И для школьников. Сергей, школьники сегодня пишут намного грамотнее, чем журналисты. Нам приходят тексты в журнал «Быть человеком» со всей России. Какие-то мы берем, какие-то мы не берем. Но порой это может быть великолепно построенный текст, но при этом там такое огромное количество элементарных ошибок, что тебе не верится, что это писал взрослый человек, который работает параллельно в нескольких изданиях. И опять же говорю, я не последняя инстанция, потому что даже я поправлю, выверю эти тексты, и корректор все равно, слава богу, у нас отличный корректор, который там и все равно найдет ашистки. Но ребята сегодня пишут по большей своей части намного грамотнее, чем взрослые. С чем это связано? У взрослых огромный опыт сейчас, у пишущих взрослых накопился опыт электронных текстов. То есть если мы раньше набирали, я еще помню, когда я работала на телевидении, мы сначала писали текст от руки, а потом набирали его на печатной машинке, носили, соответственно, наборщику, был на телевидении. Это мы сейчас с вами тут сидим. Раньше все было совершенно... Сейчас некогда. Да, сейчас некогда набирать. И мы набирали его на печатной машинке. Компьютер – это была большая роскошь. То есть сегодня мы взрослые, да, по большей своей части, мы все сидим в компьютерах. И компьютер исправит, заменит, подчеркнет. Вдруг ты не думаешь о том, что у детей есть практика рукописного, именно рукописного письма. И пока они пишут руками, они знают, о чем они пишут и как это пишется. Я в этой связи хотела несколько нюансов обозначить. Смотрите, ведь День Пушкина не случайно считается Днем русского языка и литературы, потому что очень многими давно уже доказаны учеными и филологами во всех отраслях и областях, что именно он является у нас, ну, эталоном русского языка, создателем многих слов в русском языке. И именно поэтому объединяют День рождения Пушкина с Днем русского языка и литературы. Но я-то как раз хочу уйти на то, что вот это чтение гаджетов и воспринятие электронных текстов, оно иное. В отличие от чтения книжки и вот этого сопоставления внутри мозгового, мы вот тоже сюда ехали и об этом говорили, когда ты должен, одновременно читая текст, запоминать, анализировать, присопоставлять, вспоминать. То есть вот мне кажется, у сегодняшних текстов, которые читают, ну, не вот это совсем молодое, а вот даже чуть постарше поколения, вот они, и вот это право ошибаться, у них возникает больше его. Ну, на самом деле тексты очень сократились и стали короткими, не очень объемными. Ну, вот они не очень вот такие, заставляющие мыслить. Ну, я вот к тому, что там того же Пушкина, там, когда ты начинаешь читать, и ты эту мысль, и, а, и дальше начинаешь, и ты, чтобы понять всю глубину его мысли, ты должен, там, несколько абзацев, да, несколько стихотроп посчитать, или, там, у того же Толстого, то есть пока выцепить оттуда эту мысль. А сейчас, конечно, пишут по-другому, ну, и авторы, конечно, и здесь эта проблема еще, она тоже глубокая. Несколько лет назад в нашей школе, школе поколения центрального района города Волгограда, у нас родился проект, который так и называется «Поколение выбирает чтение». И, собственно, весь процесс обучения и воспитания мы выстраиваем через чтение, через книгу, через приемы стратегии текстовой деятельности. Конечно, утверждать о том, что нам было легко первое время, это, наверное, неправда. Но в процессе прививания любви вот к книге у детей, на наш взгляд, повысилась грамотность. У детей возникло желание как можно больше читать, причем читать литературу не только классическую, но и зарубежную. В нашей школе мы ввели в расписание, прямо в школьное расписание, час книги, он так и называется. И вот шестым уроком у нас каждую среду с 1 по 11 классы учащиеся садятся за книги, которые они приносят из дома, садятся за книги, которые они хотят читать. И поверьте, что это дорогого стоит, когда открываешь дверь и видишь читающего, понимающего, что читает учащегося. Ну и мы плавно перешли, наверное, ко второй части программы, второй части праздника. Пушкинский день России – это не только день русского языка, который проверен тысячелетиями, это еще и день литературы, день книги, книги, которые мы любим, книги, которые мы читаем. И я считаю, что, наверное, неважно, это бумажная книга или это современный электронный гаджет, но та же классика. На самом деле я пока, по крайней мере, разницы в этом не вижу. И вторую часть нашей программы я хотел бы начать с небольшой просьбы ко взрослым, к ребятам. Мы приготовили вот такие замечательные конверты. Я хочу, чтобы самые смелые из вас, возможно, даже я очень хочу, чтобы это сделали взрослые, вытащили и прочитали тексты, которые находятся в этих конвертах в строгой последовательности, как они там расположены. Смотрите, да, пришел без каких-то заготовок, шпаргалок, заранее подготовленных мыслей по итогам уже услышанного. Хотелось бы сказать, что относительно языка нашего родного у нас сильно увеличилась скорость жизни. И за одну жизнь свою человек проживает несколько жизней, которые проживались раньше. Соответственно, возникла необходимость в намного большем объеме информации, которую необходимо поглотить. И таким образом у нас как минимум сжались тексты, которые мы воспринимаем. Можно привести аналогию с соцсетями. Например, это переход от живого журнала, если кто помнит, к тому же Твиттеру, да, либо Телеграму. То есть тексты стали короткими фразами, набором фраз каких-то, которые быстро воспринялись и пошли дальше на другой там какой-то элемент информации. Таким же образом возникают в том числе и, например, неологизмы, например, в деловой среде, да. То есть они заимствуются из мира, скажем так, международного. Люди уже не могут говорить иначе, чем, например, митинг, девелопмент, кейс. Это намного проще разговаривать с партнерами и быстрее даже просто. Несмотря на то, что в русском языке есть синонимы, есть аналоги этих слов. Но это будет понятно, это будет понятно и русскому, и иностранному партнеру. И, опять же, в той же деловой среде общения очень ценится грамотность. От этого никуда не уйти. О том, как человек с тобой общается, уже можно создать впечатление, стоит ли с ним, например, дальше иметь дела. Если мы говорим про грамотность, например, детей, людей, мне лично кажется, что присутствует, возможно, какая-то небрежность сейчас в отношении к русскому языку. Потому что те же самые, ну, то же самое общение ушло в социальные сети, в мессенджеры. И те же там помощники Т9, да, например, они либо исправляют за тебя, но часто они исправляют не в сторону правильного написания. И в этом, на самом деле, большая проблема, потому что человеку кажется уже неважным, что его и так поймут. Да, его поймут, но, опять же, восприятие будет уже совершенно иное. То есть, как бы можно делать какие-то допуски, но, тем не менее, общее впечатление о себе нужно стараться оставить положительным именно в плане использования русского языка, именно в плане правильного его использования. Здесь говорится и об ударениях, и об орфографии, и в целом в комплексе об этом. Ну, в принципе, наверное, кратко все. А, и про журналистов, да, хотелось бы сказать. Тоже есть некоторый опыт проведения общественных мероприятий различных, массовых. Каждый раз, к сожалению, несколько дней занимает только исправление ошибок в статьях, которые пишут об этих мероприятиях. То есть приходится, во-первых, выискивать автора, потому что не всегда он на виду, и говорить ему, что либо напиши, как я говорю, либо просто вычеркни это. К сожалению, письменная речь у журналистов сейчас находится на очень плохом уровне. И в том числе в Волгоградской области только редкие представители профессии радуют своим профессионализмом. Но будем надеяться, что такие проекты, как и «Тотальный диктант», и какие-то, может быть, новые, которые будут возникать, они эту ситуацию исправят в корне, начиная уже со школы, вузов и так далее, уже приходя к профессионалам. Вы знаете, как есть мораль и законы. Вот настоящий русский язык – это какие-то моральные принципы, которые мы не имеем права нарушать. Вот это про большой океан, да, вот это всё к тому же. Но куча законов возникает новых по поводу разных обстоятельств движения жизни. Вот соблюдать ли эти законы – это уже право каждого в профессии, в деле, в отношениях. Ну вот те какие-то моральные принципы, на которых держится человечество, на которых держится женщина, мужчина, отношения, профессионализм, вот они должны, как и русский язык, вот в нём есть принципы основные, и их никто не имеет права не знать. Мне кажется, слово «небрежность» – это прям вот то слово, которое определяет вообще всё, и в языке, и в отношениях. И поэтому, да, его можно взять как знамя, да, для чего, для прежности, да, ко всему. Прям чуть-чуть завершу, но всё-таки и про буллинг, и пранк – это те неологизмы, которые действительно стоит бояться. И если мы говорим о морали, то есть, например, такое понятие неологизма, как «чарльдфри», то есть, это жизнь, карьера женщины, ты этого достойна, да, жить лучше, без детей, заниматься собой. И мы видим, что мораль нашего общества в России немножко уже не на той. Именно какие полезные вещи нашим подросткам, я как педагог-волонтёр вот Семенного центра Лесеца, хотела бы внести несколько вот таких пунктов, коротко постараюсь. Света Антонина как раз является родоначальником одним из таких проектов – это «Позитивная школа журналистики», где подростков завлекают, заманивают, но очень им интересно заниматься именно журналистской деятельностью, составляя свои собственные статьи. Уже четыре выпуска вышло, и сейчас наш журнал перешёл как раз в электронную среду ВКонтакте, соцсети. Детки сами, подростки, составляют свои. И возраст детей, кстати, сейчас довольно упал. У нас уже за 10-11 лет журналисты, ребята могут работать. Второе направление – проект «Литературная студия» в нашем Семенной центре, где помимо, примерно, как сейчас книги в школе поколения, это полное погружение вместе с музыкой, вместе с рисунками, картинами наших великих художников. И ребята, которые самые не читающие, даже вторые, третьи классы, настолько завораживают этим мероприятием, что они готовы читать и читать бесконечно. Ещё очень большой у нас проект, ресурсный центр, вот Антонина тоже много может рассказать, она тоже является большим помощником, спасибо ей огромное. Это тот самый такой, можно сказать, сейф, да, даже не сейф, а портал, где мы собираем все возможные полезные советы, кто готов поделиться, и формируем такую целую методическую систему, делимся по всей России. У нас сейчас, наше руководство занимает большие посты, вот, посредством Марии Филина возглавляет ассоциацию организации по защите семьи, где мы тоже активно по всей стране распространяем идеи наших педагогов, волонтёров. И большой тоже проект в этом году выиграл грант – это «Семья и школа». И «Семья и школа» рассчитана на взаимодействие школы, подростков, детей, родителей, то есть такой треугольник, который помогает как раз в таких проблемах и решать совместными усилиями. И одной из такой проблем как раз оказалось, что помимо неологизмов у нас утрачиваются не только наши русские слова, но и русские традиции, вместе с новым, конечно, направлением – это телевидение, планшеты, тому подобное. Есть такая замечательная традиция читать семьёй, да, семейное чтение, которое сейчас, к сожалению, многие даже, наверное, и не знают о том, что такая традиция существовала практически в каждой семье. Я как преподаватель РКИ хочу сказать, что нам есть чем гордиться. Они приезжают сюда изучать русский язык, вот мотивация до объяснения одного студента, почему он приехал в Россию, хотя мог поехать в любую страну, обучаться китайский студент из достаточно обеспеченной семьи. Его ответ у меня потрясся, я думаю, что у вас тоже. Мне нравится, как звучит русский язык, мне нравится фонетика этого языка, понимаете? А мы владеем этим богатством, и вот действительно, и хотим изучать английский, французский, да, хорошо изучать иностранные языки, но русский язык действительно великий, богатый, могучий, певучий, и поэтому иностранцы хотят его изучать и изучают, а нам, ну, стыдно его не знать, русскоговорящим, да, носителям языка. Вот и всё. Давайте мы всё-таки начнём с того, на чём мы остановились. Да, вот мы приготовили несколько конвертов, мы недавно провели в Волгограде мероприятие, конкурс среди школьников по, старшеклассников по чтению, ребята, кто-то участвовал, наверное, в этом мероприятии, которое здесь присутствует. Вот, я хотел бы попросить открыть эти конверты, прочитать текст. Готовы? Выбирайте любой, абсолютно, микрофон. Первые воспоминания детства. Разноцветные корешки книг на полках в шкафу в нашей квартире. Мне нравилось их рассматривать, сравнивать, но особое удовольствие, конечно, было, когда мама открывала дверцу, брала томик Пушкина и начинала читать вслух. Я закрывала глаза и представляла, как старик идёт к морю и забрасывает невод, или как степенно и важно вышагивает по цепи вокруг дуба учёный чёрный кот. Помните детское стихотворение «Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать». И ведь правда, буквы складываются в слова. Слова в предложение, первые книги, сказки, рассказы, былина, с незабываемым неповторимым запахом бумаги и типографской краски. Сопереживание героям, желание поскорее узнать, а что в финале, а потом лёгкое сожаление, что книга закончилась. Школьной программы по литературе мне казалось мало. Всегда старались помимо обязательных открыть для себя другие произведения классиков, Тургенева, Толстого, Чехова. Их повести, романы, рассказы действительно многое объясняют и являются ключиком к загадочной русской душе. «Книги. Сейчас это не только бумага. Носителей информации стало много. Компьютеры, планшеты, телефоны. Если некогда читать, можешь слушать любимые или новые тексты по радио или на диске. В повседневном информационном шуме так важно прочесть или услышать то, что действительно важно и останется с тобой на всю жизнь. Есть перерыв, читайте книгу». Автор Анна Александровна Кувычко, депутат Государственной Думы России. «Нужно ли делать чтение модным? Есть ли проблема с тем, что стали меньше читать, больше читать? Как развивается чтение классики, классических книг? Я бы хотел спросить у педагогов и потом задать пару вопросов ребятам». «Чтение никогда не должно выходить из моды. Это вот воспринимать как, ну не знаю, какие понятия, как родина, как любовь к матери. Вот такие вот три кита, на которых держится нравственность, вот как говорила коллега. Вот, чтение не должно выходить из моды. И мы все… «Чтение» – это такое понятие, вот открываем твиттер-канал чей-нибудь, да, и мы же по сути читаем, мы говорим не об этом, я говорю, наверное, больше о какой-то… О книгах. О книгах, о классике. Например, по данным того же Яндекса, очень большое количество запросов на 100%, ну то есть большинство запросов – это краткое содержание капитанской дочки. Причем «Война и мир» где-то на третьем-четвертом месте, по данным Яндекса. Давайте быть откровенными и честными до конца. Ну кто из школьников не пытался прочитать «Преступление и наказание» или «Война и мир» по диагонали? И вы, и я. Но это же просто как бы выход из ситуации, подготовиться к уроку. Ну это вот, заболела голова, выпил таблетку. Мы сейчас о другом же говорим. Мы сейчас говорим о том, что мода книги, чтение книги вообще должна быть постоянной. Это должна быть такая константа. Констант. Должна быть, если она сейчас, как вы считаете. Можно, ну, я прям… Не просто. Директор библиотеки, наверное, как эксперт выступит. Я прям легко об этом сейчас скажу, да. И, в общем, вызову может быть даже непонимание у некоторых педагогов, потому что общая тенденция, я тоже общаюсь с разными идиотеориями, общая тенденция, все убеждены, что у нас не читает молодежь, не читают дети, читают только Яндекс и короткими вещами. И этим они однозначно пользуются. Но я хочу сказать, что читают. У нас сегодня ежедневно приходит более ста, я вот Наталья Анатольевна могу сказать, она уточнит, но более ста конкретно детей в течение дня, чтобы взять книгу, которую им задали на лето прочитать. Конечно, да. Люди читают, дети читают. Причем это и юношество, которое здесь активно представлено. Это, естественно, начальные классы, потому что у них такая доля ответственности перед мамами высокая. Хочу сказать, что и сегодня поколение тех детей, знаете, которых мы упустили, ну так принято говорить, вы сейчас понимаете, о чем я говорю, 90-х, да, которые вывалились, но которые сегодня хотят вопреки всему чего-то добиться, у них сегодня дети. И они как раз вот этого читающего возраста. Сергей, у вас есть дети? Они не очень любят покупать книги, потому что они дорогие, но отправить ребенка в библиотеку они считают своим долгом. И мы этому очень рады, потому что мы сейчас сегодня в библиотеках, и я знаю, не только я и коллеги. А сколько вы директор библиотеки? Все, я 4 года. 4 года. Как-то изменилась вот динамика тех цифр, которые вы сейчас проявили в динамике? У нас сейчас она конкретно изменилась, но если анализировать... Выросла, упала? Выросла. Выросла, намного выросла. То есть раньше приходило 10 человек, сейчас приходит 100 человек. Ну, я здесь не хочу, здесь получается, я хвалиться буду сейчас только собой, потому что, да, у меня очень выросла динамика, только потому что, кроме того, что мы работаем с читателями и пополняется у нас хорошо, ну, с книгой мы работаем, да, выясняем запросы, очень работаем активно с читателями, кроме этого мы еще много других мероприятий проводим. Мы читаем. У нас есть акция, которую мы проводим уже 5 лет, и 4 раза в году открытый микрофон. Они посвящены поэзии, они посвящены чтению, все желающие выходят и читают перед микрофоном. Пушкина мы завтра будем читать с 5 часов, приглашаю всех желающих. Мы в день поэзии читаем поэтов наших земляков, поэтов любых, кому какой нравится. Мы читаем вслух, мы прочитали Моресьева, все произведение его в год юбилейный. То есть мы читаем вслух библиотекой, вот, ну, всеми нашими. Поэтому мы это позиционируем, мне не об этом, ну, как бы, говорить лично о себе. Но я хочу сказать, я же общаюсь со своими коллегами, они тоже говорят, что если есть в библиотеке что взять, прийти туда тоже есть кому. Просто вот этот процесс, он, знаете, вот у нас всегда муссируется негатив. Вот я это тоже очень не люблю. Вот если какая-то у нас пакость, мы ее на ютюбах, в телевизорах сами друг другу рассказываем в первую голову. Но как только есть хорошая тенденция, мы не спешим ей говорить, о ней говорить. И вот так же получается с библиотеками, понимаете? Пять лет назад, семь лет назад все начали говорить, что библиотеки не нужны. Вот ничего там. И вот эта тенденция. И теперь меня все с опаской спрашивают, что нужны, что ходят к вам. Ну, понимаете, это же неправильно. Елена Николаевна, спасибо. То есть сейчас действительно факты. Мы говорим на языке фактов. Действительно читать стали больше. Это уже факт признанный. И почему? А потому что в школах вели сочинения. Так или иначе дети вынуждены готовиться и читать по программе. Поэтому я хочу сказать, что действительно мы собрались здесь для того, чтобы вот эти какие-то уловки, изюминки для мотивации чтения послушать друг друга, кто что делает. Открытый микрофон. Папа, почитай. Там, вот вы рассказывали о семейном чтении. Давайте мы про папу, почитай, поговорим отдельно. Давайте еще почитаем. Просто почитаем, кто еще. Пусть папа почитает. Да, давайте папа почитает. Извините, я влезла просто. Я просто доведу. Я спросила, у вас есть же дети, да? Да. Они у вас вот с вот такого возраста любили чистить зубы? Вот наверняка вы сами им зубы чистили, а пока у них не появилось что? Желание. Привычка. Привычка. Пока у них не появилась вкусная зубная паста. Привычка. И любой взрослый, не почистив зубы, себя чувствует ущербно. Вот нам также надо научиться приучать детей к этой привычке, к важной, полезной. А вот какими способами все это достигают? Это мотивация. Это мотивация. Чтобы чтение стало привычкой, на мой взгляд, этим делом должна заниматься не только школа. Чтобы у ребенка чтение было привычкой, он должен видеть наглядный пример. Конечно, это в первую очередь дома. Все должно идти из семьи. Если родители читающие, думающие, грамотно говорящие, то, как правило, и дети вырастают такими же. Поэтому мы вот, например, в нашей школе проводим ежегодно конкурсы чтецов, который у нас называется «Маленький принц». Мы не только призываем детей и школьников участвовать в этом конкурсе, у нас участвуют родители и учителя. И когда родитель выходит на сцену, и ученик видит, что это мой папа или моя мама, такая гордость возникает, такое желание узнать, что за произведение он читал, прочитать его, а может быть, даже и заучить самому. Мне недавно довелось поучаствовать в нечто подобном мероприятии, только более глобальном. Один из авторов этого проекта, Лариса Александровна Тропкина, здесь это проект «Папа, почитай». Коротко, ясно. Папы приходят в школы к своим детям, читают им какие-то произведения, в зависимости от возраста, читают вечером. Дети, Лариса Александровна, чуть-чуть подробнее, наверное, об этой идее, как она родилась и как она реализуется. Вот родилась она как раз из семейного чтения. Мы собрались в актовом зале лицея, а мы – это рабочая группа, межотраслевая, по продвижению чтения в регионе. То есть мы как раз все присутствовали, и педагоги, и библиотекари, и писатели, и журналисты. И каждый рассказывал о том, кто что делает, потому что делается везде много. То есть мне бы не хотелось сейчас говорить о том и тянуть одеяло на себя, что вот мы делаем много. Давайте вкратце просто расскажем про конкретный проект, чтобы показать пример. Я хочу сказать, что одна учительница рассказала о семейном чтении, час семейного чтения в своей школе. Учительница средней Ахты, Светлана Николаевна. И после этого Александр Сергеевич Калинин говорит, а давайте правды, это же самое важное семейное чтение. А пусть папа приходит и читает в школах. Просто так, папа, почитай. Папа все может, всем бренд известен, а теперь папа пусть еще и почитает. И настолько эта легкость идеи сразу же откликнулась, понравилась, по душе стало всем, что первый, например, Сергей Мазанов откликнулся в Фейсбуке и сказал, хочу, я хочу читать. Мы поехали к нему в школу. И теперь ездим по школам и читаем детям. И дети, вы не представляете, первое, все с удовольствием слушают мужское чтение именно, мужской голос, да, то есть это тоже психологи, наверное, расскажут, почему. Вот. А во-вторых, сразу же мы можем определить в классе, чей это папа. Потому что этот ребенок сидит с такой гордостью, с такой важностью, не шелохнувшись, читает папа. И потом задаем вопрос. Теперь что вы придете домой, скажете своим родителям, они скажут, папа, почитай. А мужчины, присутствующие у нас в студии, готовы вы прийти к своим детям, почитать? Мужа нет. В будущем, конечно же, обязательно. Причем, знаете, так интересно. Замечательно. Давайте мы почитаем. Давайте, вот, Павел, раз микрофон у вас. Я просто вот добавлю буквально одно слово, пока достают конверт. Очень я посмотрела вот эти сюжеты, и как здорово сказал ребенок, что в школе мой папа не так читает, как дома. В школе он читает гораздо лучше даже. И на самом деле это настолько звучало, поэтому одно дело, когда мы говорим, какая гордость у ребенка, и представляете, какая ответственность, с одной стороны, и готовность раскрыться на полную у папы, потому что на публике в школе, да, он читает гораздо больше. Я на самом деле больше переживал, когда шел в школу к ребенку детям почитать что-то, да. У меня первый ступор возник, когда я выбирал книгу, а что же им будет интересно, потому что они читают что-то другое. Я уже забыл, что я читал во втором классе, чем даже перед сегодняшними какими-то вот опросами. Это было действительно намного ответственнее. Пожалуйста, Павел, мы немножко почитаем, порепетируем в студии. Попробуем. Папу, послушаем. Я бегу, лечу, путешествую к звездам, открываю острова, страны, планеты, общаюсь с животными, инопланетянами, богами. Я князь, завоеватель, чемпион. Я рабочий, странник, философ. Я могу объять необъятное и не боюсь фантазировать и мечтать. Мои спутники-книги помогли мне воплотить свои цели. Они всегда со мной и вместе, получая жизненный опыт, совершенствуясь, мы продолжаем открывать этот прекрасный и удивительный мир. Автор Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка, член Совета Федерации Федерального Собрания России. Ну, и я попрошу, наверное, все-таки отдать ребятам микрофон, чтобы они приняли участие. Ребят, вы любите читать? Я понимаю, что здесь, наверное, самые лучшие ученики, самых лучших школ города, самых лучших родителей. Вы любите читать? Почему? Что вами движет? Чем вы мотивируете? Интерес. Интерес – это всегда главный двигатель к чему-то новому. Интерес к открытию. К открытию для себя новых рассказов, желание углубиться во что-то. Видите, ничто так не погружает, как книга. Сама атмосфера того, когда ты читаешь, открываешь книгу, запах новой книги, всегда это создает неповторимое ощущение погружения в, скажем так, путешествия по рассказу. А что любишь читать? Что читаешь сейчас? Сейчас я читаю зарубежного автора. Это Стивен Кинг Блейз. Я люблю читать «Переключения», ну, потому что это захватывающе. Я тоже люблю читать, но у меня немного другие мотивы. Я люблю читать, когда меня что-то цепляет, когда я желаю что-то узнать. Я осознаю то, что мне нужно это знать, я должен это узнать. И чуть-чуть назад вернувшись, здесь произвучало слово про привык детям, привычку чтения, то есть чтобы у них появилась привычка. Как бы это дискуссия, и я немного не согласен. Отлично, пожалуйста, мнение. Я считаю, что привычки быть не должно. Привычка может быть чистить зубы, завязывать шнурки, когда выходишь, и так далее. Читать человек должен, когда его что-то цепляет. Вот, например, вот этот проект, да, дети начали читать не потому, что у них появилась резко привычка, а потому что при них почитали, и они задумались, может быть, нам тоже почитать? Ну, интересно же. Вот, это мое мнение. А если неинтересно, вот, допустим, родители или учителя почитали книжку, она тебе неинтересна? По содержанию? По содержанию. Ну, каждого что-то зацепит, должно зацепить. И проблема не в том, что люди не читают, проблема в том, что они не интересуются. То есть, на мой взгляд, проблема немного другая. Вот именно в этом то, что человек что-то услышал, и ему не стало это интересно. Все-таки чтение не всегда, Артем, должно быть, ну, как ты говоришь, цеплять интересно. Чтение иногда бывает тяжелое. Например... Когда ты думаешь над ним. Например, ты стоишь, но не так ли? Да, значит, слово может быть другое. Молодец, думаешь. Думать, да, это другое дело. Для меня чтение — это путешествие, которое всегда с тобой. Неважно, какой насыщенный событиями был день, неважно, сколько было дел, какие вопросы надо было решить. Когда я беру в руки книгу хоть на несколько минут, но попадаю в другой мир, где сопереживаю вымышленным героям и их историям. В последнее время интернет и социальные сети, конечно, занимают огромную часть нашего времени. Но уже уверенно можно сказать, что бумажные книги выдержали проверку временем и остались неизменной частью нашей культуры. Так же, как и кино и телевидение не заменило в свое время театра, так и электронные девайсы не заменят книг. Читайте, путешествуйте по этому удивительному миру прозы и поэзии. Сохраняйте традиции чтения и передавайте эту культуру другим. Слово – первое изобретение человека, и книги хранят его для нас. Автор – Елена Слесаренко, руководитель аппарата главного штаба ЮНАРМИЯ, олимпийская чемпионка. Мне бы хотелось высказать, скорее всего, непопулярную здесь точку зрения, но я не могу дать точного ответа на вопрос, люблю ли я читать. Потому что последнее время, я имею в виду последние несколько лет, я использую литературу, даже не книги, а именно литературу, как некий справочный материал, как просто тот вид получения информации в различных сферах, который меня интересует – это право, социология и так далее – как наиболее удобный для меня вид получения информации. При этом художественную литературу в последнее время для себя найти мне довольно непросто, и из-за этого я не могу дать точного ответа на данный вопрос. А почему непросто? Непросто найти по вкусовым каким-то качествам книг, или непросто где-то ее достать? Вот одна из тем, которые я тоже хотел сегодня озвучить. Достать? Несмотря на то, что книги в последнее время в магазинах невероятно дорогие, и, я бы даже сказала, неподъемные. Есть в библиотеке? Нет, но большинство современных книг изначально сложно ухватить в библиотеке. Для меня сложно найти книгу, которая бы отвечала всем параметрам. То есть это то, что я хочу на данный момент читать, стиль письма автора, размер, что тоже немаловажно, и различные мировоззрения автора, потому что это тоже важно. Мне было бы сложно читать книгу того человека, который в реальности был бы, ну, скажем так, отвратительным. Из опыта работы многолетнего люди начинают читать в разное время. Кто-то прям с детства упивается чтением, кто-то в школе, кто-то после школы. Главное найти вот ту самую книгу, с которой это чтение станет увлекательным путешествием, как пишут все авторы сочинений, которые мы читали. И сегодня об этом уже говорили ребята. То есть главное найти ту самую книгу, с которой начнется этот интерес к чтению. Если там 30-40 лет назад выход какой-то книги или издание, да, или переиздание, это было целое событие, да, там записывались по каким-то талонам даже, помню, или там макулатуру нужно было сдавать, чтобы получить какое-то издание, то сейчас очень огромный выбор. И человеку, которому не привили привычку, да, там, читать и чистить зубы, который так, ну, где-то услышал, решил, возможно, стоит, может быть, что-то почитать. И если он столкнется с неудачной какой-то книгой, это, ну, как какое-то блюдо покушать неудачное, и навсегда отбить охоту его еще раз попробовать. Вот, мне кажется, здесь нужно помочь, ну, там, юным, да, читателям, как раз сориентировать их на какие-то вещи, которые им было бы полезно почитать и интересны. Я хотел бы поговорить о том, где мы можем взять книгу, помимо привычных, наверное, с детства каждому, потому что первую свою книжку я лично взял в детской библиотеке, и не в школьной, а именно в детской библиотеке, привычной библиотеке, книжного магазина, сейчас с развитием технологии, интернет-магазины, где цены не так кусаются, и вполне возможно, там вы найдете и аннотации, и короткие содержания, где что-то вас заинтересует лично для вас. Несколько лет назад в Волгограде пытались сделать модным, я не люблю это слово, но это действительно было так, букроссинг. Несколько лет назад по всему городу были установлены специальные коробки, в которых подразумевалось, что люди будут приносить, брать книги, возвращать их, читать, менять и так далее. Вчера, прогуливаясь с женой, буквально недалеко от того места, где мы находимся, я увидел одну из таких кабинок для этих книг, и хотел бы вам продемонстрировать фотографии. Мы видим абсолютно пустую коробку, в которой должны быть находиться книги, для тех, кто не может их купить, для тех, кто не заинтересован, не смотивирован, а просто вышел в парк погулять, взял ее и почитал, ему понравилось, он принес что-то другое и так далее. Но, к сожалению, большинство таких коробок, оно пусто, тут же рядом книжками торгуют, но уже за деньги, уже вагонистически. И в связи с этим телеканал и «Волгоград-1», и ряд организаций, которые направлены на развитие чтения, выступили с такой, наверное, хорошей, интересной инициативой для того, чтобы люди стали больше читать. Предложить волгоградским рестораторам, волгоградским кафе, ресторанам, кофейням на своей площадке, организовать подобные вещи, разместить книги. Мы готовы изначально помочь, найти, привезти и дальше запустить эту акцию, только уже не на улице, не в парках, где как-то сезонно, где нет определенного круга гуляющих, а в принципе есть свой круг в ресторанах. Я хотел бы спросить, у нас в гостях в студии сегодня совладелицы ресторана русской кухни «Растягай сарафан» Светлана Урядова. Светлана, расскажите, вы поддерживаете, вот как профессионал, скажем, в общепите эту идею и насколько это важно для ваших посетителей? Я поддерживаю как профессионал, и я поддерживаю как мама, потому что у меня тоже четверо дочек, вот, и я тоже прививаю к культуру чтения, и русский язык – это вообще часть нашей культуры. И, конечно, вы знаете, мы пошли уже дальше, мы в своем кафе уже создали такую особую библиотеку, вот, наши сотрудники читают, может быть, конечно, она во многом бизнес-библиотека, но тем не менее все наши партнеры знают, что у нас есть такая библиотека, заходя в наш кабинет и тоже просят что-то взять, почитать. Мы с удовольствием делимся этим. Вот, помимо этого, дети, конечно, им нужно прививать эту культуру, не только, я хотела сказать огромное спасибо нашим педагогам, которые прививают нашим детям в школе все-таки чтение, вот, и с помощью этого развивается грамотность. Но хочу сказать и родителям, если родители дома не будут читать книгу, и дети не будут видеть пример, то они тоже не будут читать, вот, как бы ни старались педагоги, вот, поэтому у нас в кафе нет неологизмов, нет иностранных названий, у нас только русская кухня, наоборот, мы ищем старые рецепты, мы их готовим, более того, мы хотим создать литературные поэтические вечера в нашем кафе, потому что были, иногда мы уже были попытки, вы знаете, и взрослым, и детям это нравится. А детям особенно нравится, когда мы делаем анимационные постановления сказок, вот, потому что через сказки же тоже, это же с детства нужно тоже прививать, вот, поэтому у меня очень большой, как бы, опыт в плане, потому что младшему ребенку 4 месяца, старший 17 лет будет, вот, и старшая хочет поступать как раз-таки в театральный, то есть настолько я привила культуру чтения, что она сейчас увлеклась этим, и вот хочет поступать в театральный, поэтому, вот, читать нужно однозначно, я очень люблю читать именно книги, именно книги, сама, и, естественно, дети видят книги, я собираю книги с детства тоже, вот, и сейчас, конечно, задают вопросы, ой, маму, зачем столько много книг, вот нас полки некогда ставить и так далее, я говорю, ну, это же приятно взять, почитать книгу, а не планшетную, на самом деле, я согласна, восприятие не то совершенно, как читаешь, там, аудиокнигу или планшетную, ну, совершенно не то, я, вот, я даже не умею этого делать, вот, поэтому я... Светлана, ну, я надеюсь, что вот такие книги, которые вы любите, они появятся и в вашем заведении... Мы только за, мы хотим, чтобы наши посетители как раз-таки обменивались книгами, начинали читать, и, я думаю, мы будем сотрудничать с этим вопросом. Мнение, мнение, вот, наших экспертов, вы как считаете, нужно делать такие вещи? Сергей, дело в том, что такие вещи делать, безусловно, нужно, но очень многие рестораторы, да, будем говорить так, осознанные рестораторы города Волгограда, они уже начали делать эти вещи, в частности, мои друзья, и я, к сожалению, к великому сожалению, Сергей, наблюдаю то, что книги как стояли в такой же последовательности на полке, они так и стоят, ровно таким же образом. А что происходит? Подходит человек... Часть интерьера. Вот, как часть интерьера, да, действительно, они стоят. Подходит человек, говорит, ой, какая замечательная книга, там из моего детства, пощупает, понюхает, положил назад. Моя дочка взяла литературное чтение для четвертого класса, мы до сих пор никак не можем вернуть эту книгу. Вот это единственный, наверное, мы ходим постоянно в одно и то же место, да, единственный, наверное, я когда увидела, что человек взял с полки книгу и забрал ее к себе домой. Это, наверное, проблема информационная. К сожалению, пока кафе не будут делать и рестораны, на этом акцент, пока они не будут приглашать к себе посетителей, говоря, что здесь состоится там литературное мероприятие, вы можете взять эти книги, можете взять, почитать. Люди приходят сегодня в ресторан не за тем, увы и ах, и здесь тоже нужна вот такая информационная сопровождающаяся. Это называется уклад. Ну, это уже, наверное, задача журналистов у нас. Согласна, возражу. Вот, кстати, зря вы про это говорите. Когда мы организовывали такие мероприятия, очень много хотят попасть, мы даже делали стоп на такие мероприятия. Мероприятия, я ей говорю, что нужно делать мероприятия сразу. Просто расставить книги не сработает, нужно еще какая-то подоплека. Я согласна. Я согласна. А библиотекари, как вы считаете, это не конкуренты вам? Нет, это не конкуренты, абсолютно. Но я про другое. Они, может, к нам придут, возьмут книжечку и пойдут в ресторане, посидят, ее почитают. Мы не возражаем. Я здесь про другое хотела сказать. Знаете, вот мы касаемся этого, но ведь вот затронулись здесь, ребята об этом сказали, вот коллеги, книгу должен найти человек, одну, с которой он поймет, что он должен читать. И вот я, простите, вот я опять не хочу говорить, что мы библиотекари самые замечательные, хотя так оно и есть, но мы работаем по двум причинам. Первая, потому что мы любим это дело. И вторая, потому что рядом с нами работают невероятно замечательные педагоги, потому что только они. Ну, родители, это, понимаете, это как обязанность. Родители должны, я даже об этом говорить не могу. Но и педагоги сегодня, вот я очень рада, что эта тенденция с сочинениями вернулась, что она общая какая-то потребность возникла, да, и педагоги на нас начали работать и в том числе. Но я вам хочу сказать, что зачастую, вот сейчас тоже, педагоги, не обижайтесь, мы говорим ребятам, почитайте, ну, Каренину, Толстого, Достоевского, это труд. Но он, совершая труд ради родителей и для учителей, он задавливает себе ту главную потребность прочитать что-то интересное для того, чтобы понять, что литература бывает не только обязательной, но и вкусной. Свобода выбора. Да. А он этого выбора зачастую не может сделать именно потому, что мы сейчас пересыщены вот этими книжонками, которые не имеют ни глубокого смысла, да, они интересны, но я вам убеждена, что даже многие педагоги высокого уровня, профессора читают это. Но они читают это, что они правильно мне подсказывают. Чтобы найти вкусное блюдо, надо все попробовать. Правильно мне подсказывают, коллеги, раз мы заговорили о ресторанах, есть фастфуд, есть вкусная и здоровая еда. Чтобы вкус к еде привить, надо все попробовать. Я просто не все, я поняла. Наверное, все. Но я хочу сказать, вот выбрать эту книжку, вот иногда, как раз роль педагога и роль библиотекаря. Вот придет ребенок в библиотеку и скажет, вот хочу что-нибудь почитать, вот не школьное, вот сейчас летние каникулы, да, но ж такое, чтобы вот душу зацепило, да. Я очень хорошо компенсировал во время летних каникул, я как раз читал тот огромный список литературы, которую мне задавали в школу, а зимой я приходил, когда этого списка не было, и брал то, что мне нравится, да. У меня много поколений выпускников читающих, и вот когда они приходят, я их спрашиваю, читают ли они сейчас, и вот такую тенденцию заметила, и им задала вопрос, почему? Одно поколение читало, просто Достоевского обожала, второе – Гончарова-Обломова, третье – Толстого, то есть вот каждый раз меняется вот этот вкус, интерес. И знаете, что они мне ответили? Вот, Лариса Александровна, чем вы сейчас увлекаетесь, то нравится и нам. То есть вот не надо противопоставлять педагогов, детей, действительно их увлечь, и они будут читать то, что нам нравится, то, что нам близко. На мой взгляд, существует еще одна проблема, потому что вчера мы с моей лучшей подругой беседовали на одну волнующую меня тему, и она мне жаловалась, что сейчас она читает большую серию, если я не ошибаюсь, Макса Фрая, и она заинтересована, она в фан-клубе, так скажем, и она все хочет дочитать, но по литературе ей просто необходимо вот прям в срок прочитать огромный том, ну там несколько томов Тихого Дона. И она печалится, скажем так, на тему того, что не может закончить, хотя бы закончить, книгу, которая ее на самом деле интересует, и уже с новыми силами, с новым желанием перейти к школьной программе. Я достаточно часто встречаюсь именно как редактор издания с детьми, встречаемся мы в школах, в отдельных этом, и я понимаю, что у них не существует мотивации, для чего им надо читать. Вот для чего она читает Макса Фрая, вот для чего? Потому что она таким образом может войти в определенный модный круг детей, людей, да. И я начинаю задавать вопросы. Ребята, а как вы думаете, вот они, вот нам надо прочитать эту книжку, нам задали, а вы нам задаете статью написать, а мы вот тот же самый, да, выбор. Им хочется пойти на интервью, написать статью, но им нужно прочитать книгу. И очень часто мы задаем вопрос, ребят, вот как вы думаете, зачем? Ну вот просто зачем вам читать? Вот можно я сейчас задам вам этот вопрос, потому что, понимаете? Можно, чтобы каждый ответить? Да, потому что, вот смотрите, мы сейчас услышали высказывание взрослых. Это путешествие, но это его путешествие, это не ваше путешествие. Поэтому слово путешествие для вас будет звучать для каждого по-разному. И вы не соотнесете свое путешествие с книгой, да, и это нормально. Это там приключения, и вы не отнесете, не соотнесете приключения, как вы их понимаете, с тем, как понимает их тот взрослый, который написал. И вот давайте самый простой вопрос. Как вы думаете, мы не говорим сейчас о какой книге, мы не говорим о конкретном авторе, мы ничего не говорим, мы просто говорим слово «книга», и вы представляете каждый то произведение и ту книгу, которая, ну, может быть, вам нравится, может быть, вам надо читать ее сейчас. Не важно, любую. Просто ответьте на вопрос для себя, ни для преподавателей, ни для родителей, ни для кого. Для себя ответьте на вопрос «Зачем?». Вот давайте. Я обожаю читать русскую классическую литературу, потому что, во-первых, я обожаю это ощущение, когда читаю книгу и понимаю, что я могу проживать несколько жизней одновременно. И, во-вторых, непосредственно хочется красиво говорить, красиво выражать свои эмоции. И я, когда читаю книгу, я понимаю, что сейчас я читаю этого автора, и какие-то фразы, какие-то обороты, какие-то слова я могу использовать в своей жизни. И непосредственно богатство нашего словарного запаса зависит именно от количества книг, которые мы читаем. Вы действительно очень красиво говорите, и это, наверное, как живой пример того, что нужно много читать для остальных ребят. Старшеклассники, студенты ищут свою книгу, ищут своего автора. Они пытаются найти того героя, который сможет им дать совет, подсказать, помочь. То есть они пытаются найти в этих произведениях себя и справиться со сложностями в жизни, и решить все свои сложные ситуации. Александр, готовы прочитать один оставшийся конверт с текстом «Сейчас нам здесь»? Для меня чтение является неотъемлемой частью жизни и досуга. Я всегда читал во время перелетов, между соревнованиями, между стартами и даже после мировых рекордов. Книги уносили меня в другой мир и измерения, отвлекали от повседневности и соревновательного волнения, особенно во время Олимпийских игр. Благодаря чтению я познавал возможности нашего подсознания и мозга, а потом применяла противопрочитанное на практике во время соревнований. Я люблю читать биографии знаменитых людей, их путь к успеху, становлению, умение преодолевать сложности, поучительно. Очень нравятся книги по психологии, развитию интеллекта и мышления, о языке тела. Для меня принципиально важно читать бумажную книгу, люблю листать страницы. Елена Исимбаева, двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета. Это как один из ответов на вопросы. Еще, пожалуйста, мнение зачем, почему? Все ради влечения. Все это помогает нам разбавить скучную жизнь. Потому что, когда мы приходим домой, мы хотим отдыхать. Дом для нас – это очаг, в котором мы можем сесть, отдохнуть. Но чтение утомляет, когда вы говорите, что читать надо, мы обязаны читать. То, что без чтения мы чуть ли не вымрем. Естественно, такого не будет. Чтение останется и будет оставаться еще долгое время. Но если давить на нас, повышать все больше и больше требования, заставлять, от этого пропадает желание читать. Мы хотим читать ради того, чтобы отдыхать. Я тоже считаю, что книги надо читать для отдыха. То есть это не должно быть назиданием. Книга – это то, во что ты погружаешься по своему желанию. То есть если ты не хочешь, у тебя другие совершенно впечатления получаются от ее прочтения. Если читаешь, потому что надо, и ты не воспринимаешь ее как надо. А вот придет время, когда ты должен прочитать эту книгу, и ты понимаешь, что ты должен. Ты ее прочитаешь, и она закрепится у тебя в голове так, как должна. Педагоги услышали? Да. Те, присутствующие в студии. Это же не новость. Это не новость. Я читаю для того, чтобы открыть границы своего восприятия и избавиться от различных стереотипов, предрассудков и прочих ужасных вещей в своей жизни. И также еще хочу добавить к предыдущим комментаторам, так скажем. Я все-таки считаю, что вопрос о чтении должен задаваться детьми, а не взрослыми. Поэтому важно, кто эту книгу рекламирует или преподносит. То есть если авторитетный для вас человек, если учитель обладает авторитетом, он уважаемый, то вы с удовольствием откликнете. Или это может быть вообще не учитель, это может быть родитель, может быть кинозвезда, может быть еще кто-то. То есть вот это авторитетное мнение все-таки важно для вас тоже. Или друг, например, скажет, вот эта книга хорошая. Я вот как раз, да, про это многообразие книг, которые сегодня, которые вот меня, например, страшит. Вот я вам хочу сказать, у меня по толщине была «Война и мир» и «Граф Монте-Кристо» в одно время в детстве. Вот я обернула обложечкой и лежала, читала «Граф Монте-Кристо», но все были в семье уверены, что я читаю «Войну и мир». Но я читала «Дюма». А они сегодня имеют выбор прочитать такое, ну, что я даже вот, мы иногда открываем, да, то, что нам присылали. Да, все есть. Все есть. Что нам присылали. А вы, ну, помочь вам в этом выборе, вы говорите, мы вам диктуем. Нет, мы просто хотим помочь вас оградить, может быть, от чего-то того, что… И не надо на это тратить время, силы и даже мозг туда вкладывать. Почитайте это, когда время придет. А вот когда у вас еще есть чем там напитаться, вот в это время как раз лучше… Так вот, мы должны не со своей позиции это им говорить, не со своей, что мы хотим. Нет, мы должны делать так, чтобы они думали, что это они хотят. А мы тут на них, нет, все неправильно, все не читайте, вот придет ваше время. Школьная программа, есть школьная программа. Ее никуда не денем. Давить не нужно на учеников. Когда я сказала, что нужно прочитать рассказы Платонова, сказали, мы не будем читать, он скучный, он сложный. И тогда я открыла с ними вместе рассказ Семен, которого нет в школьной программе. Мы прочитали с ними на уроке, мы все поплакали. И после этого они прочитали. То есть нужно просто каким-то примером. Поймите, что мы не монстры и не звери, у нас дети любят литературу. Просто мы столкнулись с тем, что они сами противопоставили, сказали, что вот нам хочется читать интересное, вы нам подсовываете какое-то вот… А мы хотим отдыхать. Я даже не знаю, вот сижу, все слушаю вот это вот от начала до конца и думаю… Ну, мне кажется, не надо вот им говорить, они знают лучше нас, что сейчас происходит. Здесь уровень проблем так называемый, еще та самая ментальность, которая в каждом из нас сидит. Мы также отрицали… Это вот отцы и дети. Мы также отрицали, когда мы были моложе, да, и не то, что я выгляжу моложе, это не значит, что я молодой. Ну, неважно, это бабушке, спасибо. Так мы тоже всегда отрицали что-то такое, то, что нам говорили, вот, вот это посмотри, вот это посмотри, ни в коем разе. И опять же, это опытным путем, метод проб и ошибок. Я только когда могу ощутить это на своей коже, сердцем и головой, тогда я к чему-то приду. И каждый из нас воспринимает тоже самого писателя по-своему, мозг тоже не всем даден, поймите правильно. Кому что интересно? Вот сегодня нравится им читать фантастику? Да, сейчас такая, я не знаю, тенденция, мода, вот огромное количество всего, что мы можем увидеть по телевизору. Мне не надо фантазировать, я посмотрю по телевизору какую-нибудь фантастику, и, собственно говоря, я не сильно-то и напрягусь, спасибо большое. И так далее. Мне не надо открывать книжку и что-то себе придумывать. Или у меня будут уже готовые образы, которые мне показали по телевизору. Я буду подкладывать совершенно чужие картинки, у меня нет своих картинок. И так далее. Вот и все. Я думаю, что не стоит давить на это подрастающее поколение, это совершенно другая ментальность. Они совершенно по-другому думают. И если чуть предыдущее поколение было в каких-то там, извините меня, лишениях, то сейчас мы живем хорошо, ну согласитесь. И мне не надо там бежать куда-то еще. Хотя уровень, вот правильно говорили, огромное количество сейчас информации на нас свалилось. Вот в школах, я не знаю, там с такими они ранцами туда идут, с таким количеством этих всех книжек и так далее, с этими знаниями обратно, что почитать для них это роскошь. То есть времени у меня нет, чтобы сегодня еще почитать. Вот работающие люди, которые от начала до конца, у вас есть время почитать, там хотя бы 10 страничек, вот вы пришли домой, тоже этого всего нет. Мне кажется, все нас рассудит время в любом случае. К чего хочу сказать, на самом деле резюмировать, я все такое отрицаю, отрицаю, что же я должен предложить, в любом случае отрицаешь, но предлагай. Только личный пример, друзья мои, только личный пример. Вот только собой, только тому к вашему отношению, теми модными хэштегами для них, пожалуйста, ставьте, что почитайте и так далее. Только так и никак иначе, я думаю, я другого пути и не вижу. Спасибо большое. Есть такой отличный прием у психологов. Одессе ешь. Нет. Когда говоришь, ты будешь кашу с яблоком или с вареньем. Понимаете, у ребенка ощущение, что он выбирает. На самом деле, то, что ты будешь кашу, это вообще не обсуждается. Вопрос, с чем ты ее будешь. Столюб, наверное. Вот здесь вообще мне не важно, что она там читает. Она читает, и это здорово. И когда мы начинаем говорить, у нас нет времени, мы все работаем, это вопрос вообще какой-то души здесь. Я читаю в пробках, понимаете, и просто потому, что я люблю это делать. Это наблюдает ребенок, и она понимает, что это круто. Иначе ты по-другому интересным человеком, собеседником, с богатым, как Соня сказала, словарным запасом, красиво разоваться не будешь. Ты не будешь интересен миру, людям, своей референтной группе. Ты не будешь как личность интересен. Это, наверное, главное, что их движет и мотивирует. Я хотела бы тоже, как учитель, который будет изучать литературу, пойдет в 10 класс, где будет Чехов, Достоевский, Толстой. Хотела бы, чтобы мы не противопоставляли классику литературе, которая интересна, им это скучно. А что нам делать, с которой есть школьная программа? Для того, чтобы научиться хорошо играть на пианино, нужно научиться классическую музыку изучить. И для того, чтобы в свое время я тоже не хотела, поверьте, читать, может быть, Толстого. Но мне приучили учителя и родители вкус к классическим произведениям. И я читала и Стивена Кинга, и других произведений, и классику. Поэтому мы, когда ребята еще вернутся к Толстому и Достоевскому, если они не попробуют его читать в 10 классе? Почему его во всем мире читают, Достоевского, а мы, русские люди, говорим, что нам это скучно? Это же проблема вечная, которую он поднимает. Есть литература, которая развлекает, а есть литература, действительно, классическая. Но давайте тогда просто уважать ее и читать. День русского языка. Резюмируя итоги сегодняшнего дня, я понимаю, что чтение никогда не умрет, никогда не уйдет из наших жизней. Оно будет видоизменяться, оно будет модернизироваться, оно будет развиваться в зависимости от наших желаний, от наших потребностей. Спасибо всем участникам сегодняшнего ток-шоу «По правде говоря» на телеканале «Волгоград-1». А мы встретимся с вами совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова